Один из самых известных правителей казахской истории, Абылай, будучи ханом казахского ханства, в судьбоносный период он сумел защитить независимость страны. В зале централизованной городской библиотеки имени Олжаса Сулейменова состоялась творческая встреча с участием представителей интеллигенции, посвященная эпохе исторической личности. Эпоха Абылайхана – это тяжелое время казахского ханства. Не было того могущества, что во времена правления Касымхана, Эсимхана, Тауекельхана. Однако героический дух народа был велик. Абылайхан, как лидер, сумел объединить эти качества народа. Пользовался уважением казахов. В казахской истории он занимает важное место. Став во главе казахского ханства, установил дипломатические отношения с Россией и Китаем. История Абылайхана широко отражена как в письменных источниках, так и в устной литературе, распространяемой среди населения. В произведениях Бухар, Юмбетей, Татыхар-Жрау, в исследовательских работах Шуханова-Леханова мы видим, что Абылайхан был разносторонним политиком, вдохновителем и проводником многих идей. Благодаря Абылайхану эта земля осталась у казахов. Теперь задача всех поколений сохранить и развивать этот край. То, что сделал Абылайхан, не пропало даром. В ходе встречи представители интеллигенции рассказали о роли и мессе Абылайхана в истории Казахстана. Подростки и другие жители Павлодара погрузились в новые подробности той исторической эпохи. Мурат Велмажит, Жанасел Серебол, Алексей Мехедов и Эта Сафара.